Снова всем привет! Едем мы в этот раз в Суздаль-Владимир. Мы там уже были, даже не один раз, но так случилось, что мы все время были там летом. И вот захотелось ездить посмотреть, как там зимой. Тем более, на прошлой неделе были снегопады сильные. Тоже должно быть красиво. Красавица! Говори! Мы приехали во Владимир. Небольшой обзор. Мы приехали во Владимир. Небольшой обзор. Пойдемте посмотрим. Итак, коротко о Владимире. Расположен он на высоком берегу реки Клязьмы. Город с очень богатой историей, но не будем в нее углубляться. Здесь есть что посмотреть, где погулять. Начать прогулку можно с небольшой пешеходной улицы, Георгиевской, с красивыми панорамными видами, памятниками и музеями. А потом пойти на главную улицу города, Московскую. На ней и сосредоточены все основные достопримечательности. Это золотые ворота Владимира, построенные в 1164 году. По сути, через них и въезжали в город. Успенский собор, тоже построенный приблизительно в это же время. До возвышения Москвы был главным собором Владимира Суздальской Руси. В нем венчались на великое княжение Владимирские и Московские князья. По его подобию был построен Успенский собор в Кремле. Дмитриевский собор. Прославление княжеской власти было главной идеей фасадной скульптуры собора. Поэтому на ней изображено множество геральдических символов. Львов, орлов, грифонов, кентавров, сцен охоты, борьбы зверей и прочего. Выглядит красиво. Чтобы было здоровье, надо потереть все, что нужно потереть этому товарищу. Дом, в котором была открыта в 1805 году, первая аптека. Пойдем зайдем туда. Здравствуйте. Здравствуйте. 200 рублей. Вот эти денюшки какие. Настоящие? Нет. Типрская касса. Похоже на настоящую. Кредитный пилот. Всякие жучки. Бедный Юрик. Ну и рецепты. Всякие травки. Экспонат загадка. По какому тебя гадает? Напоминает декантор какой-то для вина. Или утку. Посмотрим, что там наверху. В общем, аптека так. На разок. 200 рублей, мне кажется, дороговато. Стоп, самое то. И вида никакого. В музее сидит 4 человека. Одна комната. Что там следить, как бы, что показывать, вообще непонятно. Это после кражи картины в Третьяковке. Теперь на каждый экспонат по человеку. Процесс съемки. Это оригинальный старый гидрант. Сейчас он, наверное, вообще заведет. А нет, работает. Туалет работает. В общем, приехали мы уже под вечер, конечно. Еще пару мест заехали по пути. Но про них будет отдельное видео. Вот здесь долго не будем. Пусть-то погуляем, поедем в Суздаль. Уже темнеет. Быстрый осмотр. О, прикольно. Класс. Если честно тут еще наши вещи лежат, то мы классно играем. Первое впечатление. Прикольный номер. Стоит всего 2000 в сутки. Спальня. Ванна. Все есть. Шкаф. Столик. Телевизор. И вид на достопримечательности. На монастырь. Ну что, первый день прошел. Завтра гуляем по Суздалю. А сейчас отдыхаем, спим. Купили медовушки немножко. Попробуем. Безалкогольной, оказывается, нет. Я думал, наоборот, уже алкогольную не упускают. А нет. Оказывается, только алкогольная в магазине. Где она там у нас? Причем, бутылка липкая, как будто и действительно медом мазали. Ладно, споки. Доброе утро. Вид из окна. Монастырь. Там еще один монастырь. Жизон идет. Ну а мы просыпаемся потихонечку и выдвигаемся гулять. Что мы знаем о Суздале? Это, по сути, город-музей со множеством уникальных достопримечательностей. Главный, наверное, туристический город Золотого кольца России. Ему уже около 10 веков. В свое время был столицей Суздальского княжества. Какое-то время экономически развитым и богатым городом. Но с середины 19 века стал глухим и провинциальным. По многому, потому что железная дорога прошла в стороне и развитие города прекратилось. Зато мы можем представить, как выглядел город несколько веков назад. Изменился он не сильно. Такие 50 рублей разные есть. Черники темненькие. Это облепиха. Мед, имбирь, кедров, орех. Очень вкусно. Это вишня. Может, это мед, имбирь? Да, тоже приказуем. Красненький. Давайте два. Деревянный дом. А стена, видишь, кирпичная одна. Это, похоже, делали, чтобы, если дом горел, чтобы не перекидывалось на соседние. Смежду деревянными домами были кирпичные перегородки. Мы находимся в самом высоком здании в Суздале. Это преподобинская колокольня. Говорят, она работает. Пойдем попробуем подняться наверх. Смотреть на город с высоты. Тут забор. Надо обойти как-то. Или зайти на территорию монастыря, похоже. Здравствуйте. Наверх, да? Сто рублей человек. Пойдем. Сто пятидесятая ступенька. Ты считаешь? Что это? Колокола? Тренироваться. Вот такой входик. Колокол. Что-то тут сделал зря. Не надо. Ну раз. То есть утром они нас будили, да? Кто-то пришел на экскурсию. Ну раз. Субтит. Язычок у колокола. Значит, надо позвонить. Если бы они не хотели, чтобы никто не звонил, тогда бы они бы, наверное, все убрали. Похоже, нам еще дальше. Еще наверно. Если что, знайте. Звонить запрещено. Нет, Антон неугомонный, глянь. Запрещено же. Написано наверху, колоколь. А мы и так наверху, если что. Мы еще наверху. Наверх. Довольно высоко оказывается, да? Снизу, кажется, ниже. Потолочек низкий. Можно и голову себе отшибить. Метель пошла. Помело-то как. Пару минут погода поменялась. О, вот это задувает тут. Колокола. Сюда уже нельзя. Здесь работает звонарь. Ну да. Тоже вредные условия труда. И шумные. Погоды бывают разные. Зато вид красивый. На всю округу. Снежок и кончился. Да. Понравился тебе вид? Или тебе петушок больше понравился? Мне он нравится. Я его просто уже хочу быстрее попробовать. Вишенка. Вот нам порекомендовали эту кафешку. Называется Харчевня. Потом придем сюда, попробуем. Стоит ли идти. И скажем. Мам, дай мне аппетит. Медовуха алкогольная. Хорошая. О, да. Мам, мам. Дам мне аппетит. Стоит ли я, потому что я... Горячая. А что это? Сбитый. Это же чай. Это чай с битами. Очень вкусно для детей, для вас. Медовушки возьмите по стаканчику. Только открыла бутылочку, вот девушка выпивала. Очень вкусно. Мама. Медовуха с малиной? Ну я с малиной. Она вся хорошая у нас. А вы сами ее делаете или это заводская? У нас предприятие. Да. На основе заводского. А сколько стаканчик у вас? Стаканчик 50 рублей. Давайте соберем. Что тебе? Я только с водой достану. Ну давайте соберем. А он чоклый или холодный? Она холодная, да? Нет, она не холодная, но она бьет по мозгу. Так это то, что нужно. Ну, ваше здоровье. Главное не расплескать. Какая красивая медовуха. Какая красивая. Цвет приятный. Малиновая. Она очищенная. Персиковая. Она очищенная, фильтрованная. Все как надо. Сколько в день выпускаете? Ой, я не знаю. Я продавец. Сколько выпускают, я не знаю. Но мне надо больше продать. Но раскупают все, да? Да, конечно, конечно. Знаете, постоянные гости создали очень много постоянных. Уже они знают, где и идут. Вкусно. Ну как? Попробую. А там дальше совершенно другая медовуха. Совершенно. Мы дальше еще не дошли. Вот если вам дадут попробовать, это будет сенсация. Когда медовуха неуверенная, то... Слушай, прям вообще вкусненькая. Вкусненькая, да. Да, типа ночью тепленькая была бы вообще. Не очень много медовуха у меня осталось. Вот, видишь, надо с утра брать. Вкусненькая. А то, если вы уплотите и гуляете. Прям такой литерчик. Легкий. Сколько там интересное это? Да, вообще было. Радуйся. Ну, пять, как вчера, наверное, где-то. Так, короню, пяти. Сейчас, короче... Что не то, выбирайте. Что не то, выбирайте. Или вкуснотищу, и погуляете. Ну, гуляйте с досад-то. До трех часов. Гуляйте. Спасибо. Спасибо. Вкусненько. Здоровья. Медовуха действует. Зум-зум. Не знаю. В теории мы идем. Крогочка, санечка. А сколько стоит? Манький круг стоит 300 рублей с человека. Большая, 3300 рублей с человека. А, с человека, да? Мы будем посеять территорию Кремля. Рассказывайте. Кремль тебе пледный пол. Поехали. 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 Быстричку прокатимся. Прокатил сударыню. Парню-сударыню. Сегодня у меня спит. Или просто тебя не слушают. Пойдем. Маленький, мой хорошенький мальчик. Супорожник. Когда ваша лошадка везет, зовут Бац. В полной свадимирской тяжеловозы и рысака. А, ну видно, что такая массивная. Да, мы еще хорошо кормим. Прямо по дороге. А, как же. Прикольно. Вот, молодец. Мы с вами езжаем улицу Кремлевская. По бокам нас, смотрите, находятся оборонительные валы. Въезд в Кремль. То есть оборонительные валы. Они окружают весь Кремль. Внутри валов находится деревянный сруб, они стоят вот так. Чтобы как бы не оседало. Собакин так и бежит. Это наша собачка, Белочка, городская. Этот дом стоил 25 миллионов рублей. Деревянный? Вот этот дом, да. А тут живут просто люди? Да. То есть это не гостиница? Не знаю, могут, может быть и сняли, сделали как в гостинице. У нас в основном фиге живет туризм. Заборчик. И вот там ворота будет. Это из Каска Метельца. Здесь она у нас снималась. А, вот эти вот? Да. Вот в этом доме у нас сюда бальзамист приезжал сватиться здесь. А, женить бы бальзаминова, да? Да. Начало лета такое началось, я помню. Холодное лето было. Сначала дождь, то и дело. Потом, когда в конце лет, нэ-нэ, жара. Ну, вот, может, мы и были позапрошлым, кстати, да. Мы купаться даже с лошадьми ходили. То есть садили с ветхом, без сил, без седла. И на речку. Сколько лошади лет? Лошадке 20 лет. Ого, уже со стажем. Взрослая. Не очень старый и не молодой. То есть он расцветил. Ну, он еще может хулиганить. Вот это самая большая, это часовня. Часовня буквы Кирилл, бывает, кажется, час и полчаса. На этих часах вместо римских привычных нам цифр еще кириллические, старославянские. Потому что римские цифры появились только при Петре I, а эти часы установлены еще до его правления. Вот. Когда он ввел римские цифры на курантах в Кремле, тоже были такие же кириллические. Их поменяли. А здесь вот остались. И до сих пор стоят и работают. Ну, механизм, конечно, реконструировался. Но часы работают. Вот хрестер-рождественский собор на Голубой Капах. 355 звезд. Как дни в году. И говорят, они золотые. Нам позже везде бы именно на работу не ходили. Ну, жителей-то побольше в Суздале. Не поделишь. Нам, если меняется правительство, естественно, меняется что-нибудь в городе. У нас поменялся также вход в Кремль. Вход был раньше вот с этой стороны, но теперь вот сзади, да и платный. Поменялся у нас также парк. Были заросли. Угу. Чуть не смою лошадь. Сейчас облагородили, да? Да, сделала. Спасибо партии за это. Да. Одна лошадиная сила. Да. Вот этот наш любимый ЗАГС. Задача приезжает сразу с других городов. Да? Почему там внутри красивая? Не могу сказать, не была. На скором году тоже там же. Самый старый ЗАГС в России, наверное. Тоже веков 10. Задача Владимир из Юрьево приезжает. Не знаю. Иваново. Также есть продукты на полчаса и на час. На полчаса и на час. Мы также приезжаем улицы Кремля. Если на полчаса, приезжаем к Александровскому монастырю. Там останавливаемся, все рассказываем, фотографируются можно. А сколько стоит у вас вообще? Две тысячи. Это на час, да? На полчаса. А, на час? Или, а нет? На час четыре тысячи, санночки. А, на час четыре тысячи, понятно. Да, зайдем. То, спереди обогрев? Нет, это подсвет подсвет. Спасибо. Спасибо. Какой красивый. Если у вас есть телефончики, я могу у вас на телефончик сфотографировать все вместе. Хочешь? Да, давай. Сусткацово потом как будет. На попе. Тюбинг. Длинный довольно-таки. Ого. Экстремальный тюбинг. Да. Еще тут в Суздале можно покататься на банане по замерзшей речке. Прицепленному к снегоходу. Вот. Знает, как найти выход. Ну что, город живет чисто за счет туризма. Все, больше ничего. Слушай, ну классно, но все равно тут как бы такой народ. Конечно, приходится. Доброжелательный. Как красиво, как нам повезло с погодой. Да, снежок. Настоящий Russian Winter. 30 февраля, валит снег, красиво. Ну и не так холодно, в принципе. Градусов 5 мороз. Но ощущается, как минус 10. Ну минус 10, нормально. Наверное, по-моему, носу заметно. Пойдем в харчевню. Пойдем греться, греться. Как тебе харчевня? Понравилось? Ну надо заметить, что мы там были. Да, мы, кстати, там уже были до этого. Ну вроде ничего, нормально, вкусно и не сильно дорого. И народу полно. То есть прям, видим, пользуются спросом, популярностью. Так что рекомендуем заходить. Борщик с пампушечками, с чесночком. Кабы не было зимы, в городах веселых. Никогда не знали бы мы, эти дни веселых. Не кружила бы малышня, возле снежной бабы. Не петляла бы ложня, кабы, кабы, кабы. Походу, придется штурмовать зимник. Потому что другой дороги нет. Лето мы тут ходили по тропинкам. Сейчас тут только вон лыжники, да. Эти тюбингисты ходят. Но нам надо вот туда. Поэтому идем. Ладно, думаю, мы выберемся. Мы идем уже в гостиницу. Все обошли, в принципе, погуляли. Что можно сказать? Летом, конечно, хорошо. Когда нет сильной жары. Летом можно дольше гулять. Более красивые виды. Речка. Луга зеленая тут в округе. Где мы сейчас идем, тут тоже все в зелени. Но зимой тоже есть своя специфика. Когда идет снежок, тоже красиво. Далее, чтобы не было сильного мороза. Так что рекомендуем приезжать в Суздаль. Тем более он недалеко от Москвы. Какие можно плюсы зимнего отдыха в Суздаль найти? Нет очередей. Нет, да, много народ. Толп туристов нету все-таки. Зима. Иностранцев вообще видели. Буквально там пару-тройку человек. Летом тут, конечно, все по-другому. Все дорожает, все забито. Сейчас можно найти нормальную гостиницу, в принципе. Не очень дорого. Хорошая гостиница. Как наша. Летом уже будет все дороже и сложнее забронировать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Будет интересно почитать. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok